Музыка Пройдет всего несколько недель и мы с вами вступим в 20-е годы третьего тысячелетия. Будущее стремительно приближается. Сегодня любой рассказ о том, какие методы лечения больных появятся в скором времени, начинается со стволовых клеток. Второй ключевой проект медицины связан с развитием нанотехнологий. Но окончательной победой будет все-таки полная расшифровка генома человека. Здравствуйте, с вами я, Вадим Сафонов и программа «Новости здоровья». Будущее уже рядом. Да, будущее уже рядом. Например, полный анализ крови уже сегодня можно сделать без неприятного кровопускания. Лабораторная игла уходит в прошлое, уступая место неинвазивному анализатору крови. В чем уникальность этого прибора, узнавал наш корреспондент. Первый неинвазивный анализатор крови был разработан еще советскими учеными для оценки состояния космонавтов на орбитальных станциях. Теперь изобретение внедряется по всему миру, в том числе и в России. Это исследование не требует медицинских игл и шприцев. Телу пациента прикрепляются пять микропроцессоров, которые проводят инфракрасный и спектральный анализ крови. Получаемые данные поступают в компьютер, где их обрабатывает специальная программа. Характеристика крови по 117 параметрам происходит в течение 10 минут. В основе этой почти сказочной диагностики – точный математический расчет, говорят врачи. Эти результаты, судя по нашим сравнительным показателям обычных анализов, которые мы делали, и получаемых при помощи этого прибора, уже говорилось об этом, что ошибка в пределах 5%, а это очень высокая повторяемость результата. Клинический и биохимический анализ крови – показатель свертываемости уровень гормонов, насыщенность кислородом. Врачи говорят, по тем параметрам, которые выдает аппарат, можно за короткий срок диагностировать сотни болезней, а самое главное – предотвратить развитие недугов. По мнению специалистов, из-за своих небольших габаритов и относительно невысокой стоимости, в скором будущем прибор займет нишу в системе комплексного мониторинга здоровья людей. Медленно, но верно, дело идет к тому, что иголку в руках лаборанта полностью заменит устройство наподобие фонарика или часов, которое позволит быстро и безболезненно узнать о нашей крови все, что мы захотим. Но необходимость в лаборантах, лабораториях и новых медицинских учреждениях вряд ли отпадет в ближайшее время. В Выборгском районе прошло открытие Центра здоровья на базе детской поликлиники номер 17. Он предназначен для комплексного обследования детей и подростков и прежде всего для выявления хронических заболеваний. Чтобы попасть в этот центр, достаточно просто позвонить по телефону. А диагностика общего состояния организма займет всего 40 минут. Портрет сердца будет составлен за 30 секунд. По сравнению с аппаратом ЭКГ старого поколения, этот быстрее, точнее и удобнее. Всего 4 электрода, которые крепятся на запястье и щиколотке. На такой же скорой аппаратуре здесь проверяют состояние органов дыхания, определяют риски развития артеросклероза и сахарного диабета. По тому заключению, которое получают путем обследования на этой аппаратуре, врач смотрит, какие риски у ребенка по развитию неспецифических хронических заболеваний. И дает конкретные рекомендации. Центр здоровья открылся при содействии правительства Санкт-Петербурга. В августе этого года поликлиники были перечислены 2 миллиона 200 тысяч рублей. На эти деньги в лечебном учреждении отремонтировали кабинеты, закупили новое оборудование и обучили персонал. Вы должны, как медицинская работа, просто ждать, вот придут, не придут. А мы должны, с районной администрацией, отработать систему организационных мер, которая позволила 100% детей и подростков охватывать ежегодную диспансеризацию. Это уже залог будущего здоровья. Проходимость центра здоровья небольшая – 20 человек в день. Получается, что за год в этих кабинетах смогут обследовать чуть более половины всех пациентов поликлиники. Около 6 тысяч человек. По мнению главврача детской поликлиники, таких кабинетов должно становиться как можно больше. Сегодня же их всего 7 на весь Петербург. Два из них находятся в Выборгском районе. Вот такой подарок сделал город в канун Нового года молодым петербуржцам. Но не только чиновники могут делать подарки. Есть еще кое-кто, кому это положено и вменено в обязанность. Новогодний подарок может быть долгожданным и даже необходимым без сверкающей упаковки. Решил Дед Мороз и приехал в Мариинскую больницу. Чтобы принять участие в акции под названием «Чудеса может творить каждый». Здравствуйте. Дед Мороз. Мы очень рады, что вы нас посетили. Спасибо. Тоже взаимно рад. Так, единственное, мне бы похилы надо. После всех мер соблюдения стерильности в отделении переливания крови началось настоящее чудо. Подарок Дед Мороз решил сделать тем, для кого препараты из крови жизненно необходимы. Заботливый волшебник решил напомнить. Те, кто страдает онкологией или пережил тяжелые операции, сокращать число переливаний не могут. Между тем, именно в канун праздников в станциях переливания крови особенно остро ощущается проблема нехватки донорской крови. Мало кто знает, что на данный момент Россия обеспечивает себя кровью всего лишь на 40%. Вдумайтесь. Это значит, из 10 жизней, которых можно было спасти, если бы была кровь, мы спасаем только четверых. Пока трудно предположить, что произойдет в будущем быстрее. Сможем ли мы полностью обеспечить себя донорской кровью, или ученые, наконец, изобретут полный аналог человеческой. Но ясно, что и то, и другое произойдет в ближайшее время. Будущее уже рядом. С вами был Вадим Сафонов и программа «Новости здоровья». Доброго вам дня, не болейте.